так друзья привет воскресенье кажется 11 августа вот показываю свои жертвенные деревья вот два из них казалось бы красота какая вот они вот на самом деле это уже измельчавшие сувениры вот так обойдем дерево вот начинает сыпаться через недельку они будут созревшие вот они это как камень вот на самом деле дерево жертвенное вот эти вот веточки видите обрезаны это я их резал это не сухие были они были полноценны и пошли к вам на саженцы на прививку он питомник сергея железова вот там они растут вот дерево из-за этого страдает страшно фактически она умирает еще пытается плодоносить второе дерево тоже горько на него смотреть видеть я их с ним никогда не обрабатывал это мой принцип и плодоносит и плодоносит так посмотрите внимательно не могу вот самая лучшая ветка вот она плодоносит не капли яду за ему примерно 15 лет 18 не капли яда да смотрите видите кончики свернуты это тля вот она тля посмотрим где муравьи которых так ненавидят зверски ненавидят лучших защитников сада когда прекратится это бардак это ну давайте искать и защищать что будет совсем наглость потеряли ну два-три ты должно быть муравья на дерево этих так сказать постоянный патруль то что это такое ни одного ни одного посреди какие плоды но дерево несмотря на то что я вот так изувечил видели как я изувечиваю ветка центральная уже вот тут скорее всего я от пилилка уже как суховатую вот но прироста видите прирост прирост и вот этот прирост это полноценная нижняя часть вот это полноценная нижняя часть ветки последнего года прироста вот это есть ценнейшая ветка на будущей прививки вот третье смотреть еще жучее видите вот последние плоды возможно еще страшнее выглядит вот это все я резал на прививки я их не умертвлял природа их не умертвляла только когда я понадел этих страшных ран эта ветка отсохла еще раз жертвенные деревья их жизнь коротка 15-18 лет они еще поживут вот с этими приростами может еще 50 поживут и все-таки если бы к нему не подходить секатор так ничего ему не грозит да жрут жрут вот эти самая беспощадная тля живет вот но не спутайте это все еще и с муравьями которых ненавидят не трожьте муравей я все хочу найти парочку хотя бы защитников которые все-таки должны патрулировать должны 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 вот в общем так найду не найду но связи между клей и муравьями вы не увидели не увидели вот они для еще и к тому же еще меня позорили ни одного защитника идти у вас там перерыв что ли обеденный почему не ползаете по дереву не я так я успокоиться не могу что это такое давайте еще поищем муравью да позорили меня защитнички давайте посмотрим здесь на соседнем дереве вот он а вот он вот он вот он вот он красавчик все служба продолжается ну что поняли да деревья жертвенные предназначены для того чтобы давать вот такие мощные приросты а он прирост задерживается видите полгода нет не так месяц два росло прекрасно идеальные почки листики дальше скрутило вот этот период самый страшный дальше снова пытается расти когда я отрежу вот здесь вот оставлю несколько почек на развитие вот здесь вот я получу раз два два три про этих побега на для того чтобы они продлили свой рот в виде вегетативной гибридизации вот это есть чудо и чудес потому что с косточки что-то вырастет а что вырастет я никогда продаю косточки да говорю вас тоже вот такие же обыкать и то есть это их даже называют так же сувенир восток а кто вырастет то вырастет вот у сеянцев непривитых есть свои преимущества но это будет тема другого разговора и так жертвенные деревья и так жизнь продолжается вот ну а совсем другом месте растут потомки этих вот отсюда брали светочки и переносились и переносили все друзья посмотрели на полу мертвое нет на 20 процентов мертвое дерево 8 процентов еще живое все благодарю за внимание я надеюсь что этот фильм чего-то вас научит